Всем привет, друзья! С вами Realize. Ну что, фанаты American Dead, ликуйте, ликуйте. Дождались мы новостей о ближайшем событии. Событие будет связано со школой Pearl Berry. Итак, давайте-ка мы зачитаем. Слил мне некий Андрей вот эту всю информацию, за что ему огромное спасибо. Считаете, что вы самый умный ученик в школе Pearl Berry? Участвуйте в мероприятиях, выполняйте специальные задания для яблок. Выигрывайте награды, повышая уровень с помощью яблок, собранных во время испытания ПБ. Получите пропуск директора и получите еще больше интересных вещей. Собирайте чемоданы. Испытание началось. И другие изменения. Смотрите, что по другим изменениям. Прям очень сильно меня это обрадовало. Те ребята, которые меня смотрят со времен Hustle Castle, вы должны помнить, что в каждом обзоре осла, в котором есть питомцы, я советую их не приобретать, поскольку это бесполезная безделушка, которая не приносит никакого толка. И всегда разработчикам я через видео говорил, сделайте хотя бы, чтобы питомца поднимали в доме счастья. Все, больше ничего не надо, народ их будет покупать, тогда от них будет действительно толк, поскольку счастье, как бы оно там и ресурсов больше у нас и так далее. В общем, смотрите, какое изменение они добавляют. Домашние животные теперь постоянно увеличивают бонус счастья для вашего дома. У ваших пушистых и не очень пушистых товарищей теперь другая редкость. Чем выше редкость, тем выше бонус счастья. Также вы можете выполнять новые достижения для питомцев. Далее у нас идут скидки на домашних питомцев. Для тех, кто не в курсе, ни один питомец ничего не дает в замке. Он просто бегает, никак вы с ним не можете взаимодействовать. Максимум, что можно сделать, просто дать ему имя. Поэтому я вам крайне советую не тратить деньги на такую безделушку. У меня к разработчикам такое предложение. Сделайте так, чтобы питомцы давали, например, плюс 2% к счастью в замке. Вот это уже будет более-менее как-то актуально, а пока что это просто обычные ненужные питомцы. Кто-то, конечно, может сказать, что это совпадение, но, по-моему, что-то слишком жесткое для совпадения. В общем, ребята, что я хочу сказать. Видите, в принципе, на игру и на игровой процесс можно повлиять, если это делать массово. Поэтому кроме вас никто не сможет заняться игрой. Если вам что-то не нравится, вы обязательно должны писать. Желательно не в техподдержку, а прям задалбливать ВКонтакте эту официальную страницу, чтобы это люди видели другие, поддерживали с помощью лайков и активность была видимая. Потому что когда вы пишете в техподдержку, никто не знает, что вы написали в техподдержку и все. А тут, в общем, на всеобщее обозрение. Как бы так. Итак, друзья, все. Давайте посмотрим, какие у нас будут предметы. Вот такая вот перчатка для инженера. Чуть позже мы посмотрим видео, анимацию, как она будет работать. Далее у нас идет вот такая книга. Как я понял, это как раз-таки новый артефакт. Броня, скорее всего, для стрелка, но, возможно, и на воина. То есть, пока что непонятно. Вроде как стрелы и рогатка, значит, на стрелка. Кинжал из каких-то копыт животных и из камня. Ну, что-то такое историческое. В общем, на историческую тему будет у нас событие. Арбалет. Кольцо уникальное. Броня, не знаю на кого, тоже непонятно. Может быть, на стрелка, может быть, на инженера, может быть, на воина. Пока не ясно. Вот такая вот бита, естественно, это для воина. Амулет уникальный. Еще одна броня, тоже непонятно на кого. Также здесь имеется описание предметов, но я его зачитывать не буду, поскольку там очень много информации. Проще это увидеть уже воочию, когда это выйдет в патче. Давайте посмотрим лучше в действии пушку на воина. Смотрите. То есть, воин бьет и периодически телепортируется за спину к противникам. Я так понимаю, это происходит, естественно, без артефакта телепортации за спину. Поэтому воин теперь сможет телепортироваться за спину к противнику. Далее у нас идет демонстрация арбалета. При использовании его получается некий эффект. Как вы видите, после убийства призывается вот такая вот помощница, которая наносит урон. А на этом видео можно посмотреть, как работает артефакт новый. Как видно, что на каждый класс он дает свой уникальный бонус. На этом видео показаны ножи в действии. Как вы видите, периодически вылетает молния, которая добивает противника. Некие кинжалы с эффектом цепной молнии. И на последнем видео, скорее всего, показан эффект от брони. То, что появляется такой щит, который поглощает определенное количество урона. В принципе, на этом слив информации закончен. Есть еще, конечно, очень много инфы по данному событию, где расписан каждый предмет. Но мне не хочется, чтобы ваше впечатление потом поменялось. Поэтому давайте дождемся уже полноценного события у себя в игре. Также человек, который слил данную информацию, попросил передать привет Ягнашке, Биге, Баттерсу и всей плудилке в Телеграме. Что касаемо сроков запуска данного события, я даже не буду отгадывать. Но единственное, что я могу сказать, если это появилось уже в АПК файлах, вот эта информация значит, что в ближайшее время события запустятся. Вот такие вот у нас приятные новости. Мы с вами увидимся уже в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока.